здравствуйте наши дорогие зрители и слушатели мы много говорим своих программах о глобальных политических проблемах а в этот раз вернемся к теме один раз мы уже не говорили несколько лет назад вернемся к теме которая задевает практические интересы каждого из проживающих крупных наших городах российских особенно в осенне-зимний да и весенний сезон тоже речь идет о практике применения антигололедных покрытий смеси которыми посыпают наши тротуары проезжую часть чтобы не было автомобильных аварий чтобы граждане не падали не ломали себе руки ноги и другие органы и о том насколько даже в такой не очень большой локальной проблеме чиновники российской буржуазной исполнительной власти который год подряд пренебрегают мнением граждан их законными правами и интересами эта история на самом деле показательно поскольку через нее можно увидеть что из себя представляет механизм взаимодействия так называемого гражданского общества и той самой исполнительной вертикали которую уже который год отстраивает путин и похоже так до конца до самого краха путинского режима и не отстроит окончательно в чем суть проблемы когда зимой бывает гололедица граждане подскальзываются ломают руки и ноги сужу по себе ровно год назад 14 февраля 2013 года торопясь подгоняемый звонками на оргкомитет социального марша на который я опаздывал подскользнулся и вывихнул руку подскользнулся просто потому что не было ни песка ни иной антигололедной смеси на улице где я и упал я думаю я не один такой страдалец и соответственно из этой практике возникает необходимость применения антигололедных средств и вот здесь и начинается самое скверное в большинстве крупных городов россии пожалуй за исключением москвы применяется в качестве универсального антигололедного средства который год техническая соль та самая которая разбрасывается в огромных количествах которая портит шины и днища автомобилей фасады и фундаменты домов гробит кожаную обувь и гобов из кожи заменителя у граждан портит им нижнюю часть одежды пальто штаны которые в соляных разводах их попробуй к потом отстирай и так каждый день я уж не говорю о живущих в городе домашних животных об их лапах например если речь идет о кошках их просто разъедают эти соляные растворы начиная с 2010 года у нас петербурге идет кампания за то чтобы отказаться от наиболее экологически вредных наиболее наносящих ущерб гражданам сооружением автомобилям животным средств антигололедных и заменить их на более щадящие начиная с 2010 года представители российской партии коммунистов движения гражданских инициатив экологи жилищные активисты ведут борьбу подают письма проводят публичные мероприятия устраивают пресс-конференции жилищный активист михаил беляев судился по поводу того что антигололедные составы наносит ущерб фундаменту того дома где он долгое время был председателем товарищества собственников жилья и надо сказать что конце 11 года когда в смольном поменялась власть и вместо матвиенко пришел губернатором полтавченко георгий сергеевич заявил что мы будем изучать опыт соседних стран в частности близкой нам по климатическим условиям финляндии и откажемся от вредных антигололедных смесей в пользу более экологически чистых более соответствующих среди обитания граждан их праву на благоприятную среду обитания прошло два года с лишним с тех самых декабрьских слов которые сказал губернатор полтавченко воз и ныне там на текущий сезон чиновниками смольного заготовлено 50 тысяч тонн смеси хлорида натрия песка 750 тонн антигололедного гиги реагента bio nord 1900 тонн гранитной крошки и 120 тысяч тонн соли зима у нас не такая снежная как предыдущие годы морозы были редкие снег тоже шел не так часто но ровно все что было заготовлено было выброшено на улице и посмотрите в каком виде находится проезжая часть или пешеходные переходы санкт-петербурге в каком виде находится наша одежда когда мы приходим домой с работы как обращаются как часто обращаются к ветеринарам владельцы кошек и собак фактически власть ничего не сделала для решения этой важнейшей проблемы почему да просто потому что так удобнее 2900 рублей стоимость одной тонны соли технической соли которую выбрасывает в массовом порядке повсеместно в нашем городе щадящий швейцарского производства реагент в 10 раз дороже вроде бы как экономия средств для бюджета но это вроде бы как потому что на самом деле есть возможность построить этот завод и есть даже инвестиции в окрестностях санкт-петербурга скажем на территории ленинградской области выпускать от 80 до 400 тонн щадящего реагента в сутки за смену и это будет гораздо дешевле чем закупать его за рубежом в той же швейцарии но который год бюрократические препоны не дают возможности начать строительство то место не то документация через смольный не проходит то 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 все 16 депутатов законодательного собрания в минувшем феврале обратились на этот счет с обращением к вице-губернатору лавленцеву это не говоря уже письмах общественных активистов обращения граждан но воск сожалению и ныне там и по-прежнему питерские тротуары посыпаются солью и по-прежнему она наносит ущерб да и другие реагенты не лучше гранитная крошка хотя и применяется в садах и парках чтобы соль не выжигала траву и зеленые насаждения весной и летом когда снег сойдет но она может засорять питерскую канализацию реагент бионорд потенциально опасен феврале прошлого года год назад были соответствующие замеры в магнитогорске были против применения бионорда соответствующие акты протеста феврале 2013 года в ростове-на-дону то есть куда не кинь все клин в головах чиновников и вместо того чтобы поднимать отечественную химическую промышленность построить завод который бы производил эти безопасные реагенты из российского сырья на российской территории с российскими рабочими руками предпочитают закупать эту самую техническую соль игнорируя и мнение общественности и законные права и интересы граждан и даже обращение депутатов законодательного собрания поскольку после него на правительственном часе профильный вице-губернатор ничего путного по поводу технической соли так сказать и не смог на мой взгляд не смог ты не только на мой и что же получается вот этот маленький пример показывает как власть относится к законным правам и интересам граждан подход один как будто она властвует не над людьми а над какими-то бессловесными животными как будто гражданин россии это какой-то енот енот альпенголь тебе в рот возьми съешь дешевую шоколадку подачку с барского стола и больше ничего для себя не требуй понятно что такой подход вызывает протесты граждан и неудивительно что в борьбе за экологическую экспертизу антигололедных реагентов в борьбе за то чтобы были новые реагенты щадящие и обувь и одежду граждан и лапы домашних любимцев и машины и фундаменты домов и опоры мостов объединились коммунисты жилищные активисты экологи градозащитники и я надеюсь что рано или поздно общественная компания заставит власти петербурга по примеру москвы внести коррективы в свою политику связанную с антигололедными смесями и их применением на улицах северной столицы россии